Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. Сегодня в голландском городе, причем не в Вейконзее, а гроссмейстры выехали в другой город, город Алькмар, были сыграны партии пятого тура, последнего тура перед выходным днем. То есть после этого тура гроссмейстры отдыхают. И, соответственно, давайте посмотрим, какие интересные партии и интересные события происходили у нас в пятом туре. Пару слов о совместной акции с моим постоянным спонсором и начинаем. Представляю вашему вниманию совместную акцию шахматной академии и канала шахматы Олег Саламаха. У вас есть возможность приобрести для своего шахматного совершенствования любой тренинг шахматной академии со скидкой 50%. Тренинги шахматной академии с участием международных гроссмейстеров Бадура, Джабабы, Сергея Тивикова, Виталия Киселева, Дмитрия Кряквина и других шахматных тренеров являются лучшими в Рунете, что подтверждает многочисленные положительные отзывы их участников. Тренинги содержат материалы самого высокого качества для вашего обучения, если стоят из видеоуроков, записей и вебинаров, а также заданий для самостоятельного решения с ответами и разъяснениями. Каждый тренинг рассчитан на 3 месяца интенсивного обучения с поддержкой и гарантией качества от шахматной академии. Переходите по ссылке в описании и получите от меня эксклюзивную скидку 50% при покупке любого тренинга шахматной академии. В пятом туре играют Ван Форес с Магнусом Карлсоном, Владимир Федосеев с Сантошем Видито, Сэмюэль Шэнкман с Дином Леженем, Тимур Раджабов с Яном Дудой, Аниш Гири с Виши Анандом, Ян Непомнящий с Рихардом Раппортом и Владимир Крамник с Шахрияром Мамедьяровым. Белыми играл Тимур Раджабов, черными играл Ян Кшиштов Дуда. Е4, Е5, слон С4, конь Ф6 и на доске у нас дебют слона. Д3, С6, конь Ф3, Д5, слон Б3, слон Б4, шах, слон Д2, слон бьет Д2, ферзь бьет Д2, А5, оставляя пешку на поле Е5 под боем, но это ловушка для начинающих. Понятное дело, что на конь бьет Е5 последует просто А4 и белый остается без фигуры. Поэтому на А5, конечно же, Раджабов сыграл А4, Рокировка, ЕД и конь бьет Д5. Здесь сыграл Ян Кшиштов Дуда. Этот ход является новинкой. В партии предшественницы, которая игралась по переписке в 2009 году, между Вотерсом и Митиненом, было сыграно ЦД, взятие пешкой. Тогда конь бьет Е5, конь С6, Д4, ферзь Б6, конь бьет С6, БЦ, Рокировка и партия завершилась в ничью, несмотря на то, что мы здесь видим, что черные пожертвовали пешку. Так вот, конь бьет Д5, играет Ян Кшиштов Дуда, следует Рокировка, Ф6, Х3, слон Е6 и прорыв Д4. Е4 играет Ян и ладья Е1. Вот такой вот интересный ход, нападаем на пешку, если взять коня, то потеряется слон на поле Е6. Слон бьет Х3, здесь играет Ян Кшиштов Дуда, кажется, что вроде бы мы разбиваем, значит, королевский фланг белым, но на самом деле происходит просто размен пешки Аш на пешку Е. И оказывается, что это в пользу белых. Слон Ф5, ладья Е2, король Х8, конь С3, Б6, ладья Е1, ладья А7, то есть таким вот образом приходится черным развиваться. Ну и после конь бьет Д5, ЦД, ферзь Ф4, слон Ж6, вот здесь позиция белых уже практически близка к выигранной, именно чисто с компьютерной точки зрения. То есть они говорят, что здесь у белых огромный перевес, и говорят, что вместо хода С3, что в принципе ничего позицию никак не портит, нужно было играть конь Х4. Мы сейчас с вами в дальнейшем все это увидим. Слон Х5, Ж4, слон Ф7, конь Ф5, ну и белый полностью завладевают инициативой, то есть черным совершенно нечем дышать. Конь С6, С3 теперь, ладья Д7, король Ж2, слон Ж6, ладья Е6, надо что-то делать, от коня на поле Ф5 нужно как-то избавляться, он просто цементирует всю позицию, но если побить, то другие неприятности возникают. Ладья идет на поле Х1, Ж6, ферзь А6, и непонятно, как избавляться от атаки на королевском фланге. В общем, здесь везде у белых большой перевес. Но было сыграно С3, и в принципе, мы сейчас увидим с вами все то же самое. Ладья Д7, конь Х4, слон Х5, но вот здесь Тимур Раджабов, что называется, смолодушничал. Скорее всего, оба соперника просто-напросто были согласны с ничейным исходом, и просто чисто формально исполняли, что называется, эту партию. Поскольку всем уже хотелось отдыхать, так как все-таки пятый тур, а после этого тура выходной день, и вот здесь был сыграно ладья Е3. Понятное дело, что если бы Тимур Раджабов хотел выиграть, он бы сыграл с Ж4, и опять же с теми же самыми вариантами, где черным приходится очень серьезно страдать, поскольку белый здесь доминирует просто по всей доске. Но был сыграно ладья Е3, вот такой малодушный ход. Тогда Ж5 вилочка, ферзь Ф5, теперь на взятие последует ферзь бьет Х5, но конь С6, конь Ф3, конь Е7, ферзь Б1, конь Ж6, слон С2, после ладья Ж7, слон Ф5, конь Е7, слон Д3. Соперники поняли, что делать больше нечего, и просто-напросто вот так вот зафиксировали ничейный исход партии. Просто-напросто повторением позиции. Ну, повторюсь, что здесь, скорее всего, просто Тимур Раджабов с самого начала партии не был настроен на победу, иначе, конечно же, вот здесь, в критический момент, после хода слон Х5, он бы сыграл Ж4, и на слон Ф7, просто конь Ф5. Ну, и здесь, повторюсь, с компьютерной точки зрения, у черных просто полный швах. Фигуры не развиты, конь не играет, пешка на поле Д5 где-то слабенькая, слон на поле, значит, Б3 монстр, он может переведен быть даже и на поле С2, после чего разразится атака. Король идет на поле Ж2, ладя идет на поле Х1. В общем, все возможности усилить эту партию и довести ее до победы у Тимура Раджабова были, но он этими шансами не воспользовался. Ну, а мы с вами идем дальше. Белыми играл Йордан Ван Форест, черными играл Магнус Карлсон. Е4, С5, К3, К6, Д4, ЦД, комбьют Д4, К6, К3, Е5, и на доске у нас сицилианская защита, челябинский вариант. Конь Б5, Д6, Конь Д5, причем вариант, который встречался в партиях матча на первенство мира между Фабиано Круаной и Магнусом Карлсоном. Магнус Карлсон точно так же трактовал эту позицию черными. Итак, Конь Б5, ЕД, Конь Е7, С4, Конь Ж6, Ферзь А4, грозит в скрытый шах, слон Д7, Ферзь Б4, теперь висит пешка на поле, Д6 и Ферзь Б8. Это вариант социлянской защиты, вариант Свешникова. Ну, то есть, черябинский вариант. Итак, Х4, Х5, С1, Е3, А6, Конь С3, Ф5, и 3, 0. Здесь играет Йордан Ван Форрест. Этот ход является новинкой. В партии предшественницы, которая игралась между Батом и Вангом в 2002 году в Далласе, белые играли Ж3. Последовал С1, Е7, С1, Е2, Ф4, вот такой вот интересный прорыв, на ЖФ, ЕФ, С1, Д4, и белые эту партию довели до победы. Ну, поскольку мы видим, что черные действительно всерьез ослабили и вертикаль Ж, и своего короля. Но, рокировка, ход новинка, С1, Е7, Ж3, рокировка, С1, Е2, и здесь Магнус Карлсон удивляет всех и играет Е4. Просто оставляя пешку на поле, Аж 5 под боем. И вот здесь Йордан Ван Форрест, продумав 13 минут 20 секунд, не решился взять эту самую пешку. Понятное дело, что Магнус Карлсон здесь был явно готов. Он этот вариант готовил к матчу с Фабиано Круаной. И понятно, что его бригада аналитическая, которая состоит из лучших тренеров, поскольку у Магнуса есть все возможности для крутой подготовки, а ведь он как раз чемпион мира, он отстаивал свое звание. Понятно, что у него одна из лучших аналитических бригад в мире, если не лучшие. И вот здесь, конечно, везде он был готов. Поэтому не решился Йордан Форрест проверять дебютную подготовку чемпиона мира, не стал он забирать пешку, слон бьет Аж 5, хотя, конечно же, это самый логичный и самый правильный ход. Конь Е5, слон Е2, Б5. Ну вот, видимо, вот в этих вот всех, что называется, вариантах как раз копалась бригада Магнуса. ЦБ, АБ, Король Б1 и слон Д8. Очень важный ход, слон идет на поле А5, пешка идет на поле Б4, у черных здесь начинается очень серьезная, сильная инициатива, а слон идет через поле Е8 на поле Ж6. Итак, слон Д4 сыграл Йордан Ван Форрест, слон Ф6, слон бьет Ф6, водя бьет Ф6, ну и теперь позиция просто примерно равна. Ферзь Б6, Конь Е5, и здесь в равной игре, конечно же, ход за ходом начал чемпион мира переигрывать своего менее опытного соперника. Король Б1, слон Е8, водя Д2, первый ход абсолютно не туда, то есть нужно было играть Король А1, срочно у водя короля, слон Ж6, водя Ф1, Король Х7, водя Д2, ферзь Ф8, оставляя пешку на поле Б7 под боем, ну и после ферзь бьет Б7 и Ф4, черные прорываются, ЖФ, водя бьет Ф4, у черных великолепная позиция, то есть белые, опять же, здесь где-то держатся в вариантах, но черные, конечно же, здесь играют именно с позиции силы, а не слабости. Но водя Д2, конь Д7, прогнали ферзя, ферзь Д4, ферзь С7, конь Д1, конь Е5, фигуру черных занимают доминирующие позиции, конь Е3, еще одна ошибка, можно было попробовать еще сыграть водя Ц2, но слон Ж6, опять же, все вот это самое диагональ, неприятельская, очень сильно свистит, и на конь Е3 снова следует прорыв и Ф4, никаким образом не могут белые предотвратить вскрытие, поэтому здесь у черных уже перевес везде. Но конь Е3 только усугубляет развязку, хотя над этим ходом продумал практически 15 минут, Йордан Ван Форест, Ф4, ЖФ, ладья бьет Ф4, ладья Ж1, и слон Ж6, перекрывая просто-напросто действия ладьи, слон на поле Ж6 стоит здесь великолепно под защитой коня на поле Е5, король Е1, ладья Ф8, ну и все, и пешка на поле Ф2 приказала долго жить, Ц5, ладья бьет Ф2, ферзь Ц3, значит, ферзь бьет Ц5, и все, дальнейшая ненужная лирика, ферзь бьет Ц5, ДЦ, Д6, король Х7, здесь еще случился зевок Д7, хотя позиция белых уже в любом случае безнадежна, ну и после конь Ф3 вот такой вот вилки, понятное дело, что слоном брать нельзя, потому что висит ладья, здесь просто Йордан Ван Форест сдался, что тут можно сказать, силы оказались абсолютно неравны, в одну калитку просто вынес Магнус Карлсон своего менее опытного соперника, вот такая вот интересная партия, ну а мы с вами идем дальше, белыми играл Владимир Федосеев, черными играл Сантош Видит, Д4, конь Ф6, Ц4, Е6, конь Ц3, слон Б4, ферзь Ц2, рокировка, А3, слон бьет Ц3, ферзь бьет Ц3, Д5, Е3, и на доске у нас защита Немцовича, Б6, выбирает вот такое вот новоиндийское построение, Сантош Видит, следует размен, ЦД, ЕД, слон Д3, слон А6, и конь Е2, новинка, на 10-м ходу, значит, применяет новинку Владимир Федосеев, в партии предшественницы, которая игралась между Хикару Накамура и Виши Анандом, в Ставангере в 2015-м году, белые играли слон бьет А6, разменивали белопольников, конь бьет А6, ферзь Д3, нападали на коня, ферзь С8, конь Е2, С5, Б3, ЦД, ЕД, конь С7, ну и соперники вскоре согласились на ничью, позиции абсолютно равные, конь Е2 же новинка, следует С5, такой вот удар по центру, Б3, конь Е4, ферзь С2, слон бьет Д3, ферзь бьет Д3, конь С6, слон Б2, ЦД, конь бьет Д4, конь С5, ферзь Д1, конь бьет Д4, слон бьет Д4, и партия очень быстро на самом деле перешла у нас в окончание, конь Е6, рокировка, ферзь Х4, слон Б2, ладья Д8, ладья С1, ладья Д7, Ф4, ферзь Е7, Б4, ну и получается так, что у белых здесь слова пешка на поле Е3, а у черных слова пешка на поле Д5, которая является изолятором, Ф6, ферзь Б3, ферзь Ф7, ладья Д1, ладья Д8, ну ничего не получается у белых из, значит, никакой выгоды не получается получить из этого самого изолятора, поскольку черные намертво вцепились в эту пешку и завоевать ее не получается, Х3, ферзь Ж6, А4, ферзь Е4, А5, БА, БА, король Ф7, король Х2, Х5, слон Д4, ладья Е7, ладья С3, ладья Д7, А6, и белые создают себе так называемую запасную проходную, то есть вот пешка когда стоит на поле А6, если белым удастся выиграть пешку на поле А7, то в любом случае все эншпиля будут в их пользу, поскольку пешка на поле А6 будет уже достаточно далеко продвинута и очень опасна, но Х4, ФБ2, ладья С7, ферзь Ф2, ладья БЮЦ3, слон БЮЦ3, ладья С7, слон Е1, ладья С2, ладья Д2, соперники стремительно меняют фигуры и после ладья БЮД2, слон БЮД2, ферзь Д3, слон Б4, ферзь С4, слон Е1, ферзь БЮТ А6, ферзь БЮТ А4, на доске у нас получилось окончание слон с конем против ферзя с конем. Достаточно давно известно, что в Н-шпиле лучшим сочетанием является как раз именно ферзь с конем. Тем более, что у черных здесь есть очень немаловажный козырь, а именно отдаленная проходная по вертикали А. И сейчас у нас начинаются приключения вот в этом самом ферзево легкофигурном Н-шпиле. Итак, ферзь Е2, Ф5, конь Ж5, ферзь Ж3, король Ж8, и на 44-м ходу, продумав 9 минут 53 секунды, Владимир Федосеев делает очень неудачный ход слон С3. Правильно здесь было поставить мертвую стойку, сыграть слон А5. И теперь на ферзь Б5 мы просто играем ферзь С7. И вот здесь выясняется, что пробить эту крепость практически не представляется возможным, поскольку пешка на поле А5 не идет, потому что слон на поле А5 просто встал намертво и все, и никуда не идет. Более того, мы видим, что у черных больше нет ни одной практически идеи. То есть, позиция была бы ничейная, тем более, что ходом ферзь С7 белые еще и напали на пешку на поле А7. Но было сыграно слон С3. Ход неудачный, и после ферзь Б5 выяснилось очень неприятное обстоятельство. То, что слон на поле С3, во-первых, попадает под темп коня, если конь прыгнет на поле Е4, а самое главное, что ферзь на поле Б5 очень сильно стоит и защищает белых от механизма вечного шаха. Приглядимся, да, вот если, например, мы увидим, что конь уйдет, ферзь может дать где-то вечный шах по полям Е8, Х5. Так вот, после ферзь С7, конь Е4, здесь вот наступила еще одна, значит, ошибка, как я уже говорил, что если вы не видите идеи, то ошибки идут парами. Конечно, здесь вместо хода слон Д4, ужасного хода, когда белые просто-напросто дают пешке А зеленый свет, конечно, здесь опять же следовало сыграть слон А5, и здесь надо черным путсолин съесть, чтобы добиться хоть какого-то маломальски значимого прогресса, поскольку, повторюсь, позиция стабилизируется. Но слон Д4, А5, черным, как говорится, дважды не нужно упрашивать, пешкой пошла. Ферзь Е7, А4, слон Б2, подставляя, соответственно, слона, может быть, на это надеялся Владимир Федосеев, все дело в том, что А3 теперь ход невозможен, и вроде бы как поставили белые какое-то подобие блокады, но она разрушается. Понятно, что бить на Б2 нельзя из-за вечного шаха по полям Е8, А5, я думаю, это и показывать даже не стоит, но белые постоянно будут этой идеей спекулировать. Итак, Ферзь Б8, шах, король Ж1, и ферзь С8. Черные прицепляются к пешке на поле Ф5. Король А2, белые также находят очень интересное решение, и Ферзь Б8, шах, снова возвращаясь, соответственно, пытаясь найти, нащупать нить выигрыша. Понятно, что Ферзь бьет Ф5 играть плохо из-за Ферзь Е8, и теряется пешка на поле А4, гордость всей позиции черных. А ведь только благодаря этой пешке черные могут рассчитывать на победу. Так вот, Ферзь Б8, шах, король Ж1, Ферзь С8, король Х2, и кажется, что сейчас вот-вот соперники повторят соответственно ходы и согласятся на ничью. Но нет, черные находят очень важный ход, ход король Х7. Все дело в том, что теперь значит, Ферзь не может пока попасть на поле Е8, а шах может объявить он только с полей Ж6 и Х5. Но Ферзь не конь, Ферзь стоит пока на поле Е7. Ферзь А7, нападая на пешку на поле А4 и здесь следует сильный ход Ферзь Ф8. Что теперь делать? Опять же, бить на поле А4 нельзя. Если мы побьем на А4, то мы потеряем просто слона на двойном ударе. Ферзь Б8, шах и теряется слон. Конечно же, черные легко побеждают. Поэтому после Ферзь Ф8 сыграли белый слон Д4, но А3, пешка уже прошла очень далеко, король Ж1, Ферзь Б4, король Х2, Ферзь Д6, шах, король Ж1, Ферзь Б4, король Х2, Ферзь Б3, грозит уже ход А2 и здесь Ферзь А8. Играют белые, конечно же, следует ход А2 и Ферзь Е8. Ну вот она, последняя надежда на вечный шах. И вот здесь на 60 ходу, как раз в контрольном ходу, после которого добавляется 15 минут, очень интересно сыграли черные, но ошиблись. Они здесь сыграли Ферзь А3, хотя победу давал только ход Ферзь Б4. Вот попробуйте разобраться, что называется, если вам дать эту позицию, поанализировать, попробуйте разобраться, чем отличается ход Ферзь А3 от хода Ферзь Б4. Оказывается, очень важно то, что поле С3 недоступна для белого слона, поскольку конь на поле Е4 стоит. И, как вы понимаете, Ферзь А3, этот ход плохой, и белые после этого хода спасались, очень красивой геометрией, но белые, к сожалению, эту идею не нашли. То есть, здесь вместо хода слон А1, как было сыграно в партии, то есть белые поставили вот такую вот блокаду, давала ничью фантастически красивая идея ход Ферзь слон Б2, нападая на Ферзя. Теперь, что делать? Вот я стрелочками нарисовал то, что Ферзь с поля А3 разрывается. Он здесь выполняет очень важную миссию. Во-первых, он защищает вертикаль А от нападения на пешку А, а во-вторых, он держит поле Ф8, то есть, вечный шаг невозможен. На Ферзь Е8, король Ж8, Ферзь Е8 можно всегда закрыться Ферзем, Ферзь Ф8. И получается так, что теперь что делать? Ну, на Ферзь бьет Б2, Ферзь отвлекается и получается вечный шаг, то есть, белые спасаются вечным шагом. Если, что еще можно придумать? Если проводить Ферзя, то опять же, можно просто съесть этого Ферзя и, соответственно, снова получается вечный шаг по полям Е8, Х5. Поэтому, после слома Б4, слома Б2, вернее, белые могут попробовать только Ферзь Д6. Но тогда король Ж1, Ферзь Б4, Ферзь, Х5 шаг, король Ж8, Ферзь Е8. И чтобы защититься от вечного шага, нужно ходить Ферзь Ф8. И повторюсь, что Ферзь с поля А3 защищал вертикаль А, а теперь Ферзь возвращается на поле А4 и пешка А теряется. И позиция становится ничейная. После Ферзь С8, Ферзь Б2, Ферзь Б5. И слон Д4, защищая пункт Ф2. Ну, мертвая позиция, 3 на 3 на одном фланге, это, конечно же, ничья. Но было сыграно, значит, Ферзь А3 было сыграно, а победу давал, чтобы не дать этой возможности сыграть слом Б2, давал ход Ферзь Б4. Разница следующая, что после слона Б2 мы, конечно же, не берем слона по причине все того же вечного шаха, а играем конь Д6. Вот она разница. И завоевываем поле Е8, недоступное теперь, соответственно, Ферзю. Теперь механизм вечного шаха нарушается. Остается надеяться только на вечный шах, связанный с после Ферзи 6, Король А8 с жертвой слона. Но это все тщетные надежды, поскольку здесь никакого вечного шаха не получается. Черные легко скрываются от шахов, ни одного шаха нет, Ферзь проходит и, соответственно, белые здесь проигрывают. Вот таким вот образом черные здесь побеждали после Ферзь Е8. Они должны были играть Ферзь Б4 и все закончилось бы их победой. Но было сыграно Ферзь А3 и белые ошибаются, также играя слон А1. Ну что ж, теперь снова на 61 ходу дали возможность черным победить. Снова, соответственно, давал победу ход так, здесь у нас соответственно, Ферзь Д6 шах было сыграно в партии не Ферзь Д6, а так, стоп, прошу прощения, слон А1, как раз Ферзь Д6 шах было сыграно после, значит, хода слон А1. Как раз именно Ферзь Д6 шах ничья уже. Ну вот такая вот фантастика, друзья, потому что Ферзь опять же отвлекается и пешка А теряется. А победу давал ход Ферзь Б4 снова с этой же самой идеей, что мы ничего не даем сделать. Теперь Ферзь Ж6, Король Ж8, Ферзь Е8, Ферзь Ф8, ну и получается так, что после Ферзь Бет Ф8, Король Бет Ф8 пешка А сохраняется и черные здесь легко побеждают, переводя коня на поле Б3. Конечно же, это была бы легкая победа. Но было сыграно Ферзь Д6, Король Ж1, Ферзь С5, Ферзь Ж6, Шах, Король Ж8, Ферзь Е8, Ферзь Ф8, пришлось вот так вот защищаться от вечного шаха, ну и мы с вами уже прекрасно знаем идею. Ферзь А4, пешка А потерялась, и после Ферзь С8, Ферзь Бет А2, Ферзь С1, Король Х2, Ферзь С7, Король Ж1, Ферзь С1, Король Х2, Конь Д2, Слон Б2, точный ход, напали на Ферзя, Ферзь Е1, напали на пешку, Ферзь Бет Д5, Шах, Король Х7, Слон С3, вроде бы связка мертвая, ну и заставляют, соответственно, буквально белый и черный объявить вечный шах. То есть, Конь Ф1, Шах, приходится играть Король Ж1 под Ферзя, никакого опасного вскрытого шаха нет, поскольку Ферзь атакован, на Ферзь Бет С3 просто съедим коня, поэтому Конь Д2, Король Ж2, Конь Ф1, Шах, и партия закончилась красиво, вот такой вот ничьей, значит, повторюсь, что все варианты, которые я вам привел, их, конечно, легко раскусывает, значит, бездушная железяка, железный монстр, движок, машина, как угодно можно называть, но человеку очень тяжело понять вот эту самую геометрию, тем более тяжело понять на 60-м уже ходу, то есть, фактически, там уже шел пятый час игры, мозги уже не так хорошо соображают, и всю эту геометрию очень тяжело человеку увидеть. Ну что ж, друзья, это была очень интересная партия, а мы с вами идем дальше. Белым играл Сэмуэль Шенконт, черным играл Дин Лижень, Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ц6, Слон Б5, А6, Слон А4, Конь Ф6, рокировка, Слон Е7, Водя Е1, Б5, Слон Б3, рокировка, H3, Слон Б7, Д3, Д6, на доске у нас испанская партия, причем очень длинный такой вариант, вариант Зайцева, С3, Конь А5, Слон С2, С5, Конь Д2, Водя Е8, Конь Ф1, А6, Конь Е3, Слон Ф8, Итак, Б4, СБ, СБ, Конь Ц6, А3, и только здесь, на 17-м ходу, последовала новинка от китайского суперграссмейстера, прорыв в центре, Д5. Самый логичный ход, который рекомендует компьютер, это первая линия, ну и сейчас, соответственно, вы удивитесь, когда узнаете партию предшественник, а партия предшественник Рашид Нижмеддинов играл против Юдовича, Азербайджан, 1964 год, вот как далеко, соответственно, распространяются партии предшественники. Итак, Д5 это новая теория, новая идея, и она, естественно, самая верная. Ранее играли А5, подрывая вот так вот ферзевый фланг, БА, Конь бьет А5, Водя Б1, Слон С6, но мы сейчас с вами увидим, что идеи перекликаются. Итак, Конь Ф5, Ферзь С7, Конь Х4, Слон Д7, Слон Д2, Король Х7, и партия завершилась ничью. То есть, белые здесь имеют инициативу на королевском фланге, ну а черные, естественно, играют на ферзевом. Итак, Д5, и Конь Ж4, первый же ход самостоятельный американского гроссмейстера Сэмуэля Шенконда оказался неудачным. То есть, как только последовала новинка, сразу же ход не туда. Конечно же, надо было сыграть Конь бьет Д5, Конь бьет Д5, ЕД, Ферзь бьет Д5, Слон Б3, Ферзь Д7, ну и здесь, конечно же, белым, скорее всего, не нравилось то, что у них слабая пешка на поле Д3 остается. Но после Слон Б2 белый задает вопрос пешке на поле Е5. Они ее атакуют, как мы видим, трижды, в то время как защищена она дважды. Ну вот здесь точный ход за черных А5, и у черных нет ни тени дебютных проблем. Происходят различные массовые размены, и, скорее всего, партия просто упрощается и превращается в ничью. Конь Ж4 же такой ход на борьбу, но после Конь бьет Ж4, АЖ, ДЕ, ДЕ, Ферзь бьет Д1, Водя бьет Д1, А5, БА, опять же, белые потакают сопернику. Они оставляют себе слабую пешку на поле А3, в то время как лучше всего, конечно, было сыграть не БА, а Водя Д7. Вот так вот, залезая ладьей, и теперь что делать? На Слон С8 мы играем Водя С7, нападая на Коня, и здесь после Конь Д4, Конь бьет Д4, ЕД, БА, Водя бьет А5, начинаются опять же массовые размены. Лучше всего сыграть не Ф3, защищая пешку на поле Ж4, а вывести Слана на более активную диагональ, угрожая пункту Ф7, ну и здесь после Слон Е6, Слон бьет Е6, здесь Водя бьет Е6, Ф3, говорить не о чем, абсолютное равенство на доске, симметричная позиция, и все должно разменяться и закончиться в ничью. Но после А5 был сыгран БА, Конь бьет А5, и вот уже первый звоночек, Конь идет на поле С4, угрожая пешке на поле А3. Водя Б1, Слон С6, помните, мы смотрели партию предшественницы, там точно так же черные выводили Слана и защищали пешку. Конь Д2, не пуская, конечно же, коня на поле Король Ф1, Конь Б7, и Конь идет по маршруту на поле С5, причем снова атакована пешка на поле А3. Водя Б3, и здесь Слон Д7. Ну и вот опять же, вот в этой вот позиции белые, не найдя ничего лучшего, играют Ф3, защищая пешку на поле Ж4, и это оказывается уже опять же ужасной ошибкой, потому что очень серьезно ослабляют себе белого короля. Белые, как бы это так вот не звучало, вот автологически, ну понятно, что после Слон Д7 вместо Ф3 лучше всего было сыграть Конь Ф3, нападая на пешку на поле Е5. Тогда Ф6 и Конь Е1. Вот такой вот интересный ответ. Конь С5, Водя С3, Слон Бет Ж4, Водя Бет Д8, Водя Бет Д8, и красивый отыгрыш пешки есть, Слон Бет А6, вот такой вот красивый ударчик, Ж, Водя Ж3, Аж 5, Ф3, Водя Д2, съели, 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 шах, Водя Ж3, ну и вот эта позиция, конечно же, лучше у черных, но белые могут ее защищать, поскольку Водя, мы видим, держит пешку на поле А3 по третьему ряду, пешек на доске очень мало, материала мало, и скорее всего партия должна где-то упроститься и завершиться аккуратной игрой в ничью. Но Ф3 было сыграно, последовала Водя С8, черный еще более наращивает давление, висит Слон, Слон Б1, и вот здесь вот этот ход как раз зевнул американский гроссмейстер то, что две ладьи оказались заманены под одну диагональ, видите, на поле А4, если вы придет Слон, то попадется ладья, и здесь Дин Лежинь, конечно же, играет Б4, угрожает Слон А4, выигрыш качества, ладья Б2, Слон А4, ладья Е1, ладья С7, и все, оказалось, что позиция тяжелейшая, ну и вместо правильного хода АБ, тогда ладья С8, и оказывается, что все равно позиция безнадежная, Слон на поле С1 теряется, видите, никак его защитить нельзя, Конь Б3, взяли, 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 ну и в конце, соответственно, остались просто с лишней фигурой, позиция снова безнадежна, после ладья С7 было сыграно Слон А2, и, соответственно, партию завершил ход просто БА, ладья Висит, ладья Б6, Слон С5, опять же, напали на ладью, ладья бедный, деваться некуда, нельзя играть ладья А6 из-за Слон Б5, выигрыш, но было сыграно ладья Б1, и партия завершилась после Слон С2, Слон идет на поле Д3, видите, как король ослаб, придется играть ладья Е2, но и здесь в любом случае белые теряют на связках все на свете, вот так вот, несколько неаккуратных ходов, и позиция белых превратилась просто-напросто в руины, чистая такая вот победа на классе китайского супергрессмейстера Дины Леженя над американцем Сэмулем Шенконном. Ну что ж, друзья, это были все самые интересные моменты, которые были в пятом туре, поэтому мне не остается ничего иного, как вместе с вами посмотреть положение участников после пяти туров и наконец-то отдохнуть, поскольку следующий день у нас выходной. Положение участников после пяти туров супертурнира Вейканзея вы видите на ваших экранах. Единоличное первое и второе место делят между собой Ян Непомнящий и Дин Лежень, приближается к ним Магнус Карлсон, который занимает сейчас третье место, а также Сантош Видит, Ани Шгири и Виши Ананд. На рубеже 50% Тимур Раджавов, Шахрияр Мамедьяров, Ян Кшиштоф Дуда, с результатом минус один Рихард Раппорт, Владимир Федосеев, Сэмюэль Шенкванд, с результатом минус два Владимир Крамник и с результатом минус три замыкает турнирную таблицу аутсайдер турнира, как рейтинг аутсайдер, так собственно и аутсайдер по очкам Йордан Ван Форест. Друзья, если обзор вам понравился, то поставьте ему много лайков, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Завтра у нас выходной день, поэтому отдыхают участники, отдохнем и мы. На сегодня же это все, с вами был Олег Саламаха, играйте в шахматы, любите шахматы, всем пока, друзья!